Слава Господу, братья и сестры, за этот прекрасный вечер, в котором мы так многолюдно собрались, чтобы прославить нашего Господа. Поистине Он достоин славы и чести от нас. И только потому, что Он однажды искупил нас, оправдал нас, омыл нас, некогда не познавших, заблудших, потерянных в этом мире, но Он дал нам право называться и быть Его детьми. И это еще не все. Однажды, когда твой и мой путь придет к концу, ты станешь у врат вечности. И ту славу, о которой сегодня брат говорил, что его сердце, как сердце отца, не было эгоцентричным, то есть только для себя, для своей личности, он разделит свою славу с тобою и со мною. Слава Господу! И хотелось бы, чтобы сегодня поистине наша жизнь была соответствующей, чтобы поистине наша жизнь была достойной, достойной этого высокого звания, которое призвал и дал нам Господь. Перед нами 13 глава книги пророка Еремии. Я хочу поделиться некоторыми мыслями, которые Господь положил на мое сердце. Поэтому, если у вас есть Библии, откройте вместе со мной, мы будем читать 13 главу, будем читать 11 первых стихов. Бог обращается к пророку Еремии и говорит следующие слова. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе ляной пояс и положи его на чресла твои, но в воду его не клади. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои, и было ко мне слово Господне в другой раз. И сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату, и спрячь его там, в расселине скалы. И я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я повелел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь. Так я сокрушу гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И будет, как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чрестам человека. Так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Говоря о припоясании, я уже не буду затрагивать те проповеди, которые сегодня были в нашем собрании, потому что я ограничен во времени. Говоря о припоясании, насколько оно актуально в жизни верующих людей, в жизни христианина, мы можем обратить наше внимание на следующие стихи Священного Писания, которые призывают нас к припоясанию. И если апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем в послушание Христу, то он уже в 6 главе послания к Ефесянам дает раскладку этого всеоружия Божия. И одно из условий Божьего воина – это припоясание чресл ума, для того, чтобы совершенно уповать на подаваемую нам благодать, говорит об этом апостол Петр. Братья мои и сестры, припоясание нужно в нашей жизни, и это очень важный момент. И Христос, как будто уже прощаясь своими учениками, Он дает им последнее наставление и говорит, да будут чресла ваши припоясаны и светильники ваши горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина Своего. Я хочу сказать, когда-то, когда царь Ассирийский Винодад пришел, и похваляясь в разгуле своей жизни, он говорил, пусть то и то сделают мне Бога еще больше, если праха самарийского хватит по горсти всем идущим со мной. Это была хвальба. И он пришел для того, чтобы разрушить Самарию. Там был, конечно, не очень счастливый человек, вы помните об этом, история говорит, это был Ахау. Это был морально падший человек, который не только погряз в личных своих пороках, но позволил всему Израилю склониться к идолопоклонству. Но, как неинтересно и не парадоксально, но этот человек как-то умел смиряться перед Богом. И это меня всегда поражает. Помните, даже тогда, когда уже ему Илья вынес вырок за поступок с Навуфеем, и Бог возвратил Илью назад, еще тот не успел выйти из города. И в данной ситуации с Винодадом точно было так же. Бог сказал, я все это полчище придам в твои руки. И когда это так похвалялся, сыновья твои, дочери твои, и все, что твое, мое, отдай мне. И вдруг это сердце, развратное сердце, оно где-то вспомнило, что есть Господь. И Он говорит, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. О чем говорит эта мысль? Я хочу сказать, что тот, кто подпоясывается, тот только начинает или предпринимает что-то, он будет делать, наверное, правда. А тот, который уже распоясывается, это уже говорит положение о том, что дело сделано, все окончено, и можно отдохнуть. Может быть, сегодня в наши дни это не столь важно, и мы так не придаем этому сильно значения, хотя я уже много слышу и сам, может быть, имею проблемы в этом. Мы все последнее время страдаем сильно спинами, боль в спине. То диски, то, может быть, еще какие-то проблемы. И, конечно же, когда мы попадаем в хозяйственные наши огромные магазины, хамдыпы или подобное им, я наблюдаю картину, как эти люди ходят припоясанные ремнями. Конечно же, может быть, это поощряют страховые компании или другие сферы влияния. Это не столь важно. Но важно, что даже люди этого мира понимают, что этот вопрос является актуальным. То есть, нужным в обществе для человека он является плюсовым вариантом. Я же хочу сказать, что в нашей жизни, духовной жизни, очень важно быть припоясанным. Часто дьявол загружает наше сознание, нашу жизнь разной ересью своей, разной своей информацией и всем ненужными. Когда наши чресла ума не припоясаны, мы духовно надрываемся. Мы становимся духовно больными. Но когда мы припоясаны, тогда мы совершенно уповаем на подаваемую благодать. И что характерно, я помню, когда Елиэзер пришел в Месопотамию, ему нужно было забрать Ревеку, ту, которая предназначалась женою его господину. Он нашел ее, где, братья и сестры, кто мне скажет? У источников воды. Я думаю, что небесный жених, когда он придет за своей церковь, он найдет ее обязательно у источников его слова. У источников этой живой воды, не иссякающей живой воды, которая течет в жизнь вечную. И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня наше внимание было сосредоточено непосредственно на Слове Божьем. И так сказал мне Господь, пойди и купи льяной пояс. Я думаю, что мы все в жизни делаем покупки. И иногда, когда мы приобретаем какую-то вещь в нашей жизни, приходя домой, мы радуемся. Мы говорим, купил хорошую вещь, неплохо заплатил, недорого дал, но она мне окупилась. Бывают, наоборот, моменты, когда наши родные или близкие не поддерживают наше мнение, говорят, слушай, она не так уж хорошо смотрится, вот, может быть, дороговато, она не будет хорошо носиться. И это иногда все влияет. Иеремия, по слову Господню, купил новый льяной пояс. Он был прекрасный, он был красивый. И когда Иеремия положил на свои чресла, и Бог сказал, носи его. Ну, носить так носить, разве один иудей носил пояс, подобный пояс, в то время это не было новшеством. Пояса использовали для ношения прибора песца, для ношения денег, для улучшения трудоспособности и их широкие одежды, которые они носили на Востоке, это было обязательно припоясывать поясом, чтобы они не шатали в сторону и не мешали в движениях или в работе. И пояса часто употреблялись как драгоценные подарки в Израиле. Иногда даже они говорили о занимаемой должности человека. И вы знаете, что у царей были особенные какие-то там припоясания. У первосвященников были свои особенные, у священников были чуть попроще. Так вот, Иеремия купил этот пояс, но одним из условий, которые Бог поставил перед этим человеком, Бог запретил ему стирать этот пояс. Вы понимаете, о чем идет речь? Пока этот пояс, который лежал на чрестах Иеремии, был новый, красивый, и люди смотрели и думали, ну, Иеремия был известным человеком в Израиле. И все смотрели и думали, наверное, опять что-то этот человек задумал, что-то он хочет, наверное, сказать нам вот этим своим поведением, своим примером. И он ходил из дня в день среди этих людей. И, может быть, и нравилось его поведение, но проходило время, этот пояс покрывался пылью, потными пятнами. Пришло время, этот пояс начал издавать неприятный запах, вы понимаете, о чем идет речь. Но Бог сказал, не клади его в воду, то есть не стирай его. Не стирай. И когда этот зловонный пояс был уже испорчен, грязный, ненужный, распространяющий неприятный запах, Бог вдруг говорит ему, послушай, направляйся к Ефрату. Слово Ефрат в еврейском переводе означает плодородие. И некоторые интерпретаторы Библии говорят, что Иеремия это сделал условно, то есть, как мы сегодня, пятидесятники, говорим, духовно. Но нет, этот человек в буквальном смысле шел в одном направлении. Тимдаули, известный библейский географ, говорит, что это расстояние было приблизительно около 450 километров в одну сторону. Нужно было идти Божьему пророку. И практически на здравый смысл здравого человека тебе нужно нести эту тряпку 450 километров. Кто бы сегодня решился на такое? Но я хочу сказать сегодня для служителей, когда говорит Господь, неважно, что Он говорит, нужно всегда блюсти Его Слово. И этот человек шел к Ефрату 450 километров. Это не один и не два дня шел этот человек в чужую страну. И когда он пришел к Ефрату, это была Вавилония, это было чужое государство. Да, уже в то время оно начало процветать, оно было известным, оно было авторитетным. Это была могущественная империя, которую прославляли ее цари своим знанием, своим могуществом, своей славой и силою. И я хочу сказать, что в этом действии есть определенные Божьи иносказания. Почему? Потому что, живя в пределах Израиля, сердце Израиля направлялось к Вавилону. Часто сердце Божьего народа, оно испытывает симпатии к внешним факторам, которые имеют место проявления в мире. И Бог говорит через пророка Исаии за то, что этот народ пренебрегает водами Силама, текущими мирно и спокойно, наведет на него Господь воды бурные царя Ассирийского и пойдет со всей и силою и славою и наводнит Иудею и Иерусалим и распросертие воды и обудет по шею на всю широту земли твоей. Эммануил не так лестно звучит, но это цена платы за то, что этот народ пренебрегал водами Силама. Разве Аванна и Фарфар, реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Может быть лучше, может быть лучше, но это были воды израильские. И я хочу сказать мои братья и сестры, чтобы мы сегодня поняли, что хочет сказать нам Господь в этом служении о том, пренебрегаем ли мы чем-то своим, может быть устаревшим, может быть непопулярным или немодным сегодня, может быть тем, что не так имея спроса восхищаемся чем-то новым, нам сегодня присуще, как Афинянам, все новое и новое и новое. И иногда оно заканчивается в жизни Божьего народа не так, как хотелось бы. Оно иногда заканчивается пагубным. И Божий пророк пришел к Ефрату. И Бог сказал, возьми в расселении, найди укромное место и закопай этот пояс. 450 километров он возвращается обратно. Проходит время, и Бог говорит, пойди и забери. Вы понимаете, что за долгое время произойдет сленым поясом, закопанным во влажной земле. Но он идет. И когда он пришел к Ефрату, и то, что он откопал, практически трудно уже было назвать поясом. Братья мои сестры, это было слово к Израилю, это было слово к мужам Иуды, но это слово сегодня к нам, к людям верующим, к Церкви Божьей. Бог сказал, купи себе ляной пояс. Иеремия заплатил цену за этот пояс. Иеремия уплатил свою цену. Это была его цена, это была его собственность, она лежала на его чреслах, он чувствовал близко, что это то, что является его собственностью, и вдруг эта собственность приходит в испорченность, в негодность, в непристойность, в зловоние. Бог положил высокую цену за Израиля. Бог говорит через пророка Исаию, и как ты многоценен в очах моих, то я отдам других за себя, Эфиопию, Египет и Савейю за тебя отдам, потому что ты многоценен в очах моих, Бог искупил Израиля, Бог положил большую огромную цену, чтобы он был его собственностью, его народом. на эти люди Бог оплакивает их. И когда я смотрю на этот текст, мое сердце тоже плачет, потому что эта собственность превратилась в негодность. она истлела, она стала дряхлой, она стала ненужной, испортенной, изловонной. И я нашел Израиля, как первую ягоду в пустыне, оберегал его, хранил его, опекал его, как орел возвышается высоко и носит на крыльях птенцов своих, так я носил Израиля. Это Бог делал с Израилем, но Израиль пришел в негодность. Почему? Потому что это сердце ишло к Вавилону. Мои братья и сестры, как пояс лежит близко. Если мы говорим сегодня о церкви, я хочу сказать, что не Савея, не Египет и не Эфиопия положена в цену искупления твоей и моей души. Но Петр говорит, что зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агонца. Слава Ему! Мои братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня, прямо в этом собрании, я понимаю, мы свыклись, мы свыклись сегодня называться христианами, мы свыклись сегодня называться пятидесятниками, так все просто, как мы воображаем себе. Сегодня миллионы людей в этом мире ждут очереди на твое место, когда освободится твое место. И многие христиане меня сегодня это удивляет и поражает, когда спекулируют в служении Богом. И Христос сказал, если они умолкнут, Израиль спекулировал. Они думали, послушай, мы, наш отец Авраам, мы никогда не были рождены от пролюбодеяния. Бог воздвигнет детей себе из камней сих. И я хочу сегодня сказать всем в этом собрании, не будьте, пожалуйста, беспечны в отношении своего спасения. Петр говорит, что со страхом совершайте свое спасение. Со страхом люди ожидают вакансий на спасение в этом мире. Поверьте мне, Библия говорит, что только определенное число язычников войдет. Не все миллионы, о которых мы так сегодня громко иногда проповедуем и говорим все, все, не все. Много званых, очень много, но мало избранных, потому что узкие врата и узок путь. Не пытайся, пожалуйста, расширить их. Выбирай то, что предлагает тебе просто Господь и иди совершай со страхом свое спасение. Как пояс близко лежит к шреснам, так я приблизил к себе весь дом Израиля. Бог приблизил к себе. Братья мои сестры, это очень важный момент в нашей жизни, когда Бог приближает нас к себе, когда Он делает нас особенным народом, когда Он дает нам возможность войти в Его присутствие. Вспомните тот момент, когда Бог явился на Синае Израилю, гора дымилась и пылала. И Павел говорит, что даже Моисей был в страхе и в трепете. Но там был один условный момент. И я очень сожалею, что эти люди упустили этот момент. Написано, что во время протяжного трубного звука они могли войти в присутствие Божие и есть и пить перед Ним. И автор одного из псалмов говорит, что блажен народ, знающий трубный звук, они ходят во свете лица Твоего, Господи. Бог приблизил к себе Израиля и Моисей сказал, не потому, чтобы ты был многочисленнее других народов или лучше, но Бог избрал отцов Твоих и через обетование приблизил Тебя как народ свой, чтобы ты был величием, славою и его украшением. Братья мои сестры, да, Господь приблизил нас и тоже нас избрал. Апостол Петр говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Для чего, братья мои сестры? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бог нас приблизил и настолько приблизил, что мы порой себе даже не представляем, насколько Бог нас приблизил к себе. апостол Павел посланник евреям говорит, итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище путем новым и живым, если Израиль стоял возле скинии, и туда входили священники, туда ходили левиты, и за завесу входил раз в год первосвященник, и не без крови, то сегодня Павел говорит ко всей церкви, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь нам открыл через завесу, то есть плоть свою, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой и укроплением очистив сердца от порочной совести, и омывши тело водой чистой, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавши слава вечному Богу. Мы имеем каждый день входить в Божье присутствие, Он приблизил нас в лице Иисуса Христа. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня, будучи близки, некогда были далеки, а теперь стали близки, чтобы мы не возвратились назад от преданной нам святой заповеди, чтобы они были моею славою, хвалою и украшением. Когда мы говорим о славе, этот вопрос интригует всех. И если мы честны, я думаю, что мы все согласимся о том, что мы все потихоньку претендуем на какой-то процент славы. Кому хочется из нас жить в бесславии. Ну, хочется, хоть какой-то, но хоть славы. Ну, вот лучше одеться, лучше спеть, лучше рассказать стихотворение, лучше сказать проповедь, еще что-то лучше сделать, но это все путь к славе, чтобы нам быть его славою. 44-й Псалом, от этого Псалма говорит, что вся красота от чери, слава ее. Где, братья и сестры? Внутри. Хотя она в испещренной одежде ведется к царю, и с ней идут подруги ее, но слава, красота внутри. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Сегодня уже в утрешнем служении было напомнено о свете, так много говорилось о свете. И там же в пятой главе это Нагорная проповедь по Матфею, Христос говорит, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видя ваши добрые дела, что делали? Так вот, если я делаю добрые дела, я являюсь Божией славою. Являюсь, правда? А если делаю наоборот? А если я говорю, что я знаю Бога, а делами начинаю отрекаться, да не хулиться ваши добрые. Братья мои и сестры, наше предназначение Бог призвал нас, подобно как Израиль, для того, чтобы мы были Его народом, Его славою, Его хвалою, входите во врата Его со славословием, и во дворы Его с хвалою, говорит автор 99-го псалма. И так будем непрестанно приносить Богу жертву хвалу. То есть плод уст, прославляющих имя Господне. А если эти уста поклялись злому и изменились сегодня, брат читал нам Слово Божие, если они говорили неправду, может Господь принять хвалу из уст лживых? Не может. И я хотел бы, мои братья и сестры, чтобы мы сегодня посмотрели в свою жизнь, в свои поступки, в свои дела и украшением. Когда Божий пророк стоял на вершине Фазги, в то время еще он был Божьим пророком, он смотрел на Израиля. Это единственное, что Бог имел в этом мире, это был Израиль. Израиль был безгрешным, до Вау Фигора, там не было греха, там не было волшебства, там был трубный звук, Господь его был с ним, и когда на всю эту стройность и красоту посмотрел Валаам, его сердце не выдержало, и он говорит, как прекрасны шатры твои, Израиль, это было Божье украшение, это была Божья слава, шехина, которая стояла над Израилем, и Валаам смотрел на это все, и он восторгался. Братья мои сестры, апостол Павел говорит, чтобы рабы в Доме Божьем не обманывали других, не ворвали, но поступали достойно и были украшением учения. Если мы сегодня в нашей жизни поступаем чуть-чуть иначе, может быть, по-другому, что-то позволяем себе там немножко и там немножко, вот, являемся ли мы сегодня в нашей жизни украшением учения, или может быть, наоборот. Как говорят сегодня о нас люди, как отзываются, говорят ли, что сегодня наша жизнь христианская прекрасна, или может быть, наоборот, что сегодня имеет место в жизни верующих людей? Бог сказал, пойди к Вавилону и там спрячь. Вавилон это прообраз греха, это прообраз моральной распущенности, и когда вы будете читать 17-ю и 18-ю главу книги Откровения апостол Иоанн описывает там в 18-й главе вторым стихом, что пал, пал Вавилон, великая блудница, он был пристанищем всякому нечистому духу и всякой нечистой и отвратительной птице. Вавилон это духовная столица морального разложения. В 17-й главе апостол Иоанн интерпретирует этот город, некоторые говорят, что это Нью-Йорк, я не буду говорить об этом, хотя там очень конкретно указывается на город Рим. Очень конкретно это единственный город в мире, который расположен на семи холмах. Там так написано, если вы интересуетесь, придите домой и прочитайте внимательно 17-ю главу. Он говорит, что этот духовный Вавилон, он является пристанищем всему нечистому. Вавилон есть прообраз греха, аморальности, хотя, может быть, там прогресс цивилизации, там красивые сады и фонтаны и устройства, но там есть грех. Вавилоне есть грех, вавилоне есть гордость, вавилоне богохульства. И то, что Еремия несет пояс, пройдет время и этой же дорогой воины на выходоносора будут вести пленных иудеев. Придет время и этот Вавилон, которому они так стремились, будет богохульство, над сосудами Дома Божьего. Развратные морально падшие женщины будут пиршествовать и употреблять то, что было посвящено Богу. Это Вавилон. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели в правде глаза. Все, что попадает в Вавилон, оно развращается, оно растрачается, оно истлевает, оно стает зловонным. В Вавилоне там нет славы имени Господня. И когда Израиль сидел, написано у рек Вавилона, и их непритеснители сказали, послушайте, нам так нравятся ваши песни, спойте нам что-нибудь из песней сионских. Они сидели у рек Вавилона, и автор 136 псалма говорит, сидели и плакали. Там на вербах висели арфы, струны не бренели, голоса не было, желания петь не было. Почему? Потому что это был Вавилон. Братья мои, сестры, я задаю сегодня вопрос, почему сегодня в церкви умолкли духовные пения. Воспевайте в сердцах ваших во благодати Богу. Почему этого сегодня нету? Потому что многие сегодня мы, христиане, отделяются себя. Я хочу, чтобы мы посмотрели правде глаза, нам понравилось что-то в этом мире, и мы сердцем там. И они притесняют, подобно как этого Самсона, молол, молол, был свободным, был сильным, был Божьим назареем, но пришло время, говорит, приведите его пусть позабавит нас. Сегодня христианство встает, как забавный певец. Нравится, когда проповедуем, когда говорим о морали, когда говорим о хороших возвышенных вещах. Но где Божья сила? Почему умолкла песня в Божьем народе? Потому что мы сидим на реках Вавилона. Я хотел бы мои братья и сестры, чтобы мы сегодня посмотрели в свою жизнь, в свое хождение. И если есть что-то чтобы мы исправили, чтобы мы не направлялись к Вавилону, и Бог говорит через пророка Еремию, как же два зла сделал народ мой, меня источник воды живой отвергли, а высекли себе водоемы разбитые, которые не способны держать воды. И дальше Бог ставит вопрос перед Иудой, и Он говорит, разве Израиль раб или он домочадец? Зарыкали на него молодые львы, жители Мимфиса и Тафны объели темья твое, и так распознай и рассмотри как худо, что страха моего нет тебе, говорит Господь. Зачем тебе путь в Египет? Зачем тебе путь в Осилию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое обличит тебя. Мои братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня серьезно посмотрели, почему мы сегодня молимся, а нету результата. Почему? Да потому, что мы стоим на берегах Вавилона, потому, что сегодня песни наши могли, потому, что вот это смешание, эта испорченность, она имеет место среди Божьего народа, а он говорит, я купил вас дорогою ценою, я приблизил вас, как пояс к средствам своим, чтобы вы были славою моею, хвалою моею и украшением моим. А кто мы сегодня? Посмотрите, братья, кто вы призванные? Кто мы? Я хотел бы, чтобы сегодня это глубоко проникло в наше желание, в наше сердце, в нашу разум, в нашу жизнь, чтобы поистине нам быть тем, чем Господь желает нас видеть. И дальше Бог говорит, этот негодный народ, который не хочет слушать Слов Моих, это первое. Что послужило причиной падения народа израильского, это первое, что они не хотели слушать Слов Божьих. Вы скажете, да, сегодня библейские курсы, институты, разборы слова, семинары, чего сегодня только нету. Но слушать это одно, а исполнять это совсем другое. И я хочу, чтобы мы сегодня научились исполнять, Павел говорит, Фессалоникийцам говорит, и как они не приняли любви истины для своего спасения, за это пошлет им Бог действия заблуждения. Братья мои сестры, мы стоим в период, когда может Бог допустить заблуждения. И об этом часто в последнее время осудительствует Дух Святой, что церковь стоит на грани, когда придут духи обольстители и овладеют многими и многих уведут. Я не хотел бы, чтобы кто-либо из присутствующих, не дай Господь, оказался в этом числе. Это очень важно. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего. Вы помните, к чему привело непослушание в жизни Саула? Бог дал ему первый шанс, сказал, жди меня в лице Самоила семь дней в Галгале, я приду. Чуть-чуть не хватило до послушания. И Бог сказал, ныне упрочил бы царство твое, а так ныне отторгну и Адам ближнему твоему. Братья мои, сестры, одно маленькое непослушание Божьему слову иногда может лишить нас царства навсегда, как это произошло в жизни Саула. Второй раз по отношению Амалика он также ослушался слова Господня. Я хотел бы, чтобы мы сегодня научились от всего сердца быть послушны тому образу учения, которому и предали себя. Послушанием истине через Духа, очистящийся сердца, к нелицемерному братолюбию от всего сердца любите друг друга. Это обязательство дает нам апостол Петр в своем послании. Дальше он говорит Народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов. Упорство гореем, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщением сды, как Валаам, говорит Иуда в своей единственной главе 11 стихом и в упорстве погибают как корей. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения о погибели нечестивых людей. Братья мои, сестры, иногда в нашей жизни, когда нас увещевают, когда нам говорят, то ли наши родители, то ли наши дети, то ли братья служителя или проповедники, и нам это не всегда нравится. Нам никогда не хочется, чтобы кто-то был умнее нас, чтобы лучше был. Послушайте, мы уже все прожили, мы много знаем, полно все общество свято. Иногда вот такие возгласы, они имеют место в нашей жизни. Упорство, вот это то, что не нравится Богу, и очень Богу нравится, когда люди склоняются, когда Бог говорит, что вот на кого я призру нас сокрушенного и нас смиренного, то есть сокрушенное сердце, это противоположное сердцу упорному, когда оно упругое, имеет медную шею и не склоняется перед Богом. И ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет, как этот пояс, который ни к чему не годен. Ходят во след чужих богов. Бог говорил Израилю Шмай Израиль Адонай Элгейну Адонай Эхат Слушай, Израиль, я Господь Бог Единый, да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не сотвори себе кумира и никакого изображения не служи им и не поклоняйся им, я Господь изведший тебя из земли египетской. Говоря об идолах, буквально в субботу была вчера сказана проповедь в этом отношении, я не хотел бы повторяться в этом направлении, Иоанн говорит, дети, храните себя от идолах, чтобы ничего не занимало место в твоем сердце. Иакова говорит, не знаете ли, что до ревности любит дух живущий вас? Бог по-прежнему остался Богом ревнителем, Он не потерпит, когда твое место занимает что-либо второстепенное, Бог хочет, чтобы твое сердце принадлежало Ему и только Ему, почему? Потому что ты являешься Его собственностью, Он искупил тебя. Заканчивая свою проповедь, я хотел бы сегодня спросить всех присутствующих в этом зале. Давайте проанализируем свою жизнь. Где застала вас моя проповедь? В служении Богу? Или может быть на пути к Ефрату? Или может быть уже на обратном пути, когда жизнь негодна, испорчена? послушайте, где бы вы сегодня не были еще, вы все еще в пути. Я хотел бы, чтобы сегодня, может быть, как Иеремия пратал что-то, этот пояс там в расселении, может быть, что-то мы спрятали в своей жизни. Брат говорил сегодня перед молитвой о том, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, богохульство, злые помыслы и так дальше. Может быть, есть то, что мы спрятали в нашей жизни, и это истревает всю нашу жизнь. Внешне мы выглядим не так уж плохо. Неплохое мнение у людей у нас, но Бог знает ваши сердца, знает мое сердце. И я хотел бы, чтобы сегодня среди нас не было людей, о которых Писание говорит, что скрывающий свои преступления, он не будет иметь успеха. Но кто сознается и кто оставляет, Библия говорит, что такой человек будет помилован. Может быть, уже твоя жизнь надгнившая, может быть, испорчена, может быть, грязная, может быть, уже истлевшая в похотях, Павел говорит, отвергнувши дела ветхого человека в обольщительных его похотях и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, отвергнувши ложь, говорите истину друг другу, гневаясь не согрешайте, потому что мы члены друг другу, солнце ваше не зайдет во гневе вашем, кто крал в предник ради, а делай полезное своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Я хотел бы, чтобы мы просмотрели свою жизнь, братья мои и сестры, оставивши все нехорошее в нашей жизни, Бог говорит через Павла мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил свою церковь и предал ее за себя, чтобы очистить ее баню и водную посредством слова, чтобы она была славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока. И когда я открываю первую главу, 11, 12, 13 стих книги Откровения, Иоанн был на Патмосе в духе. И написано, когда он был в духе, он услышал позади себя, громкий голос. Он оглянулся, чтобы увидеть, кто это обращается к нему, и там говорится, что он увидел стоящего посреди семи золотых светильников. Он объясняет, что эти семь светильников это были церкви Малой Асии. Но посреди семи светильников стоял Христос в славе. Когда я смотрю на это Откровение, и читая чуть позже те послания и те недостатки, которые были в церквях, я говорю, Господь, какая все-таки великая твоя любовь. Даже в той холодной, отверженной лаодики, но ты еще находишься рядом, и ты стучишь. И там написано, что он увидел одетого в падир, это была длинная первосвященническая одежда, и по персям он был опоясан золотым поясом. Как пояс близко лежит к шреслам, так я приблизил к себе весь дом Израилев. Когда делался пояс для первосвященника, там употреблялись червленые, пурпуры, голубые, висонные нити, и золотые тоже ввивались сюда, в этот пояс, для благолепия и славы. Когда мы смотрим на первосвященника будущих благ, там был золотой пояс, золотых нить, там было чистое золото, там не было временного, там не было проходящего, там была полная слава. Я хотел бы сегодня поставить большой знак вопроса в этом служении. Хотел бы ты, мой друг, брат и сестра, быть одной нитью в этом золотом поясе первосвященника или нет? Все зависит от тебя, от твоей жизни, от твоих поступков, от твоих взглядов, от твоего выбора, чему ты даешь сегодня приоритет в этой жизни. Но Бог хочет, чтобы ты был его народом, его славою, его украшением и его хвалою. благословит нас Господь. Аминь. 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 Аминь.